Коллеги, привет! Зовут меня Александр. Занимаемся отделочными работами в городе Гродно и его окрестностях. Сегодня у нас с вами речь пойдет о моем новом приобретении, так называемом Pine Flash Guard. Этот прибор предназначен для отвода углов между стен, потолков и, ну короче в углах, откосы и всего, что надо отводить. Также сделаем небольшой видеообзор в моем маленьком Граковском компрессоре под названием Magnum X5. И в китайском трансформаторе на 3000 ватт. Ну давайте пойдем мы с этого прибора. В дальнейшем покажу как он работает. Правда, сразу прошу прощения, еще немножко не научился им работать, так что будем показывать как оно и есть. Ну вот этот прибор состоит из трех деталей. Самого круга, который можно выкрутить и также поставить само сопло-держатель и держатель на удочку, либо на пистолет. Этот сопло-держатель регулируется. У меня коллеги говорили, что не стоит этот прибор покупать, так как очень попадает, когда много краски, то начинает течь. Но оказывается здесь все зависит именно от сопло-держателя. Какой вам нужен градус, вы просто выставляете, вот как видите, выставляете и минимально попадает на край краски или там грунтовки. И вы можете спокойно работать. Ну, пока что на этом все. Давайте перейдем к драку Magnum X5. Я его приобретал, естественно, кто смотрел мой ролик в Соединенных Штатах. Стоимость его попробую сделать ссылочку в описании. Ну вот, хороший. Уже работает у меня больше, чем год. Как видите, уже весь грязный, но это рабочая лошадка. Состоит он, как вам правильно сказать, из шланга. Шланг в комплекте шел 7 метров длиной. Также можно подключить шланг максимально 15 метров длиной. Больше не стоит, так как не хватит давления. Давление, честно говоря, не помню. Попробую его посмотреть в бумагах и сообщу. Ну, обыкновенный безвоздушник. Здесь три режима. Три режима подачи краски. То есть центральный режим, как вы видите, это промывать сам компрессор. Этот режим на подачу краски с увеличением давления. И также есть режим на валик. Покупаете специальный валик и он присоединяется к шлангу. И он просто к удочке, к шлангу и можете спокойно красить валиком. Но на этом пока что, по этому агрегату все. Ну и поехали по китайскому трансформатору. Много кто спрашивает. Не буду скрывать. Стоимость его, конечно, дешевая там. Он у меня больше года. Здесь ничего такого сверхъестественного нет. Одно гнездо на аппарат. Также есть трансформатор там, где 3, 4, 5 гнезд. Можете подключать какое-то оборудование. Но мне такое не нужно было. Так что я покупал именно только для этого мармула. Этот компрессор. Он у меня же упадал, но, как видите, живой. Здесь кнопка включения-включения. Ну и все, что вы видели. Больше здесь ничего нет. Ну и давайте продемонстрирую. Продемонстрирую, как оно работает. Здесь, конечно, все уже у нас прогрунтовано. Но хочу сделать маленький видеообзор. Так что, извините, если что-то не так. Ну давайте, поехали. Поедем делать эту оборудование. Надо еще научиться, но думаю, это все временно. Тут немножко попадает. Так что мы возьмем чуть-чуть, отодвинем. Ну, подсчетки есть. Но это, наверное, не критично для грунтовки. Ну и подгоним так. Есть немножко, есть. Но также можно отрегулировать. Нельзя вам еще показать. Давайте поднимем здесь. Скажем так, что аппарат работает, но надо к нему привыкнуть. Так что, на этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки. Всем пока.